Серебро первенства мира привезла ивановская спортсменка. Состязания проходили в Тунисе. Анастасия Носова завоевала второе место на мировом чемпионате по тэквондо. Девушка уже четыре года входит в состав сборной России и уверенно одерживает победу за победой. В 2017 привезла серебряную медаль с первенства Европы. И теперь еще один спортивный прорыв. В категории было в общем около 60 человек. Соперники были у меня из Мексики, Бразилии, Китай, Тайпэй. В боях был высокий темп и у меня была травма ноги. Получила на этих соревнованиях как раз и до первого балла выиграла бразильянку. В турнире принимали участие более тысячи спортсменов из 156 стран мира. Настя Носова провела шесть боев, но в финале травма ноги дала о себе знать. Последнее сражение со спортсменкой из Тайпэя оказалось слишком тяжелым. Мотивация настолько была высока на соревнованиях, что спортсменки, которые прыгали, буквально просто ревели, можно сказать, убивались после боя. По полчаса плачь и на взрыв. Это говорит о том, насколько высока цена победы и прогресса на этих соревнованиях. Сколько люди отдали сил, чтобы подготовиться и на это первенство попасть. Ну вот, допустим, что касается Насти, она с первенства России, которое проходило в начале февраля, практически все время находилась на сборах, готовилась к этому первенству мира. Победу Насти Носовой называют Ивановским спортивным триумфом. Девушка первая, кто достиг в тэквондо таких высоких результатов. Впереди у спортсменки первенства России и чемпионат Европы. А совсем скоро, в это воскресенье, ивановские тэквондисты вылетают в Афины на рейтинговый мировой турнир, который собирает порядка трех тысяч участников. В этом году мы приложим все силы, чтобы тоже отобраться на первенство Европы без национального отбора. То есть, интерес этого турнира у всех в том, что он дает именные лицензии на первенство Европы. Без отбора в национальных первенствах каждой страны. То есть, спортсмен, занявший там призовое место, он уже может в первенство России не участвовать, а ехать на первенство Европы по именной лицензии. От Иванова в Афины направятся шесть спортсменов. И, по примеру, Насти Носовой молодые люди постараются приехать с медалями и лицензиями. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.